сосед наверное у каждого был такой случай из жизни когда вы готовы прибить своих соседей когда они делают ремонт ваш выходной или же решили закатить дискотеку в три часа ночи в моем случае дела обстояли куда хуже я живу на четвертом этаже пятиэтажного дома подо мной живет тихая семейная пара у которой разве что собачка периодически лает в их отсутствие а вот надо мной живет военный дядя в отставке разумеется не сказал бы что он шумный разве что встает рано отправляется на пробежку а потом возвращается домой вроде не так уж и плохо было до определенного момента дядя ваня мой сосед сверху никогда не пропускал тренировки и в снег и в дождь он выходил разминался и бежал свои 50 с небольшим он выглядел не старше тридцати в один из дней он не вышел на пробежку на улице был ледяной дождь капли которого падая на асфальт моментально превращались в корочку льда не говоря уже о линии электропередач такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустят так и подумал а что дядя ваня хоть и был спортсмен бывший военный как-никак но года тоже накладывает свой отпечаток и скорее всего мой сосед решился остаться дома после этого и начались странности а именно звуки ночью я стал слышать тяжелые шаги будто сверху кто-то ходит туда сюда также был слышен отчетливый стук по батарее я естественно пытался все это спихнуть на какую-то ерунду может случилось чего батарея капает и все в этом духе но на третий день я не выдержал поднялся наверх и постучал в дверь дяди ваня дядя вань хватит уже стучать по батарее вы мне мешаете спать в ответ я услышал слегка приглушенная извините что показалось мне странным мы с дядей ваней знакомы столько сколько я здесь живу он никогда не обращался со мной на вы а голос мой он бы точно не перепутал дядь вань с вами все хорошо и тот же голос ответил все хорошо спускайся к себе еще раз извини я спустился к себе и лег спать стук и вправду прекратился но только на пару часов потом вновь возобновился но уже намного тише лежа в кровати и думая зачем он это делает я начал считать эти стуки и понял что они ритмичны три раза быстро потом три раза медленно и вновь три раза быстро иногда он сбивался с ритма но было понятно что это точно не случайность я сел за компьютер и загуглил азбука морза и и расшифровку неудивительно что эти стуки были ничем иным как сигнал сос или просто просьбы о помощи теперь я понял что тут происходит и почему у дяди вани такой странный голос это был не он тогда кто вопросов стало только больше естественно хорошо обдумав ситуацию я вызвал полицию про морзенку и ничего не говорил просто пожаловался на то что соседи сверху шумят минут через 15 приехала патрульная машина я увидел ее в окно они поднялись по лестнице и стали стучать в дверь дяди вани и откройте полиция поступила жалоба на шум в этот момент по батарее стали стучать что есть мочи я даже испугался от этого что там происходит немедленно откройте что было дальше я до сих пор вспоминаю с трудом на пятом этаже разбилось окно что-то выпало оттуда ударилась об железный отлив под моим окном и исчезла внизу никого не было видно либо это что-то быстро бегает либо умеет лазать по стенам тем временем полиция вскрыла дверь моего соседа выглядел дядя ваня так будто его несколько месяцев морили голодом от его прежней физической формы не осталось и следа но ведь только три дня назад он выходил на пробежку и подтягивался по 30 раз это меня поразило что с ним произошло за эти три дня никто не узнает прошел год с тех событий и дядя ваня взял к себе его старший сын потому что ему нужен был присмотр я видел их пару раз даже общался дядя ваня ничего не помнит из этих трех дней но и не особо хотел что-то вспоминать главному быстро пошел на поправку и снова начал выходить по утрам но не на пробежку а на прогулку правда уже не в моем дворе в соседнем эту квартиру они продают периодически я слышу как туда приходит потенциальные покупатели вместе с риэлтором слышу как она вешает им лапшу на уши мол квартирка прям создана для вашей семьи но покупать ее никто не торопится все кто там был говорят о странном ощущении и не поддавались на уговоры риэлтора так она и пустовала до вчерашнего дня за окнами вновь шел ледяной дождь а сверху доносился до боли знакомый стук но в этот раз это было непростое сос это было мое имя она выступила антон